Среди информационного шума и кривых зеркал на что, в первую очередь, следует обращать внимание при поиске боевой подруги, чтобы через два года не выкидывать детей в форточку и не отдавать кровные душегубки. Ну, уже говорил, первонаперво на маму посмотри. Как мама какой формы, мама, в это превратится твоя жена очень скоро. Как мама относится к папе? Если она шпыняет папу, то, в общем-то, это твоя судьба. Ну, и самое главное, если женился, ни в коем случае не живи с родителями, ни со своими, ни с чужими, ни в коем случае не живи. И желательно деньги у них не брать, потому что если будешь жить вместе, они будут лезть в твою жизнь, а если деньги будешь брать, то они будут лезть с удесетерённой силой. Живи отдельно. Раз в месяц приехал, привёз внуков показать. Все счастливы. И ты, и твои родители. Не надо вот это вот трение жопа об жопу, оно ни к чему хорошему не приводит. Подскажите, пожалуйста, как найти хорошего человека? Это я, да? Ну, искать, наверное, надо. Какими качествами должна таковая обладать и как это понять только при совместном проживании и длительном общении? Можно понять. Ну, искать. Везде надо искать. Не знаю. Среди знакомых. Зависит ещё и от качеств попрошающего. Да. Для кого-то одно хорошо, а для кого-то другое. Хороший человек, нет? Почему тебе должна достаться хорошая девчонка, комрад? Какими качествами должна таковая обладать? Хорошим человеком быть. Остальному можно научиться. Что следует ценить? Доброту, наверное, и любовь. Расскажите о своём случае. У меня случай тяжёлый. 40 лет совместной жизни. Это рассказать непросто, комрад. Я, пожалуй, не охвачу. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу отношений между мужчиной и женщиной. Что такое в вашем понятии институт брака? Какие обязанности должны выполнять муж и жена? Как идти на компромиссы и вообще? Какие вещи самые важные в браке и в отношениях между мужчиной и женщиной? Буквально в двух словах, друзья. Первонаперво любовь. Если она есть, то жить вместе можно. Нет, не заладится ни в коем случае. Но сейчас не делайте из брака культа. Не понравилось – развёлся, ушёл с другой. А лучше не женись. Для начала моё такое мнение – с дамой неплохо бы пару лет пожить. Противозачаточные средства стоят 3 копейки. То есть, если вы не хотите детей, их у вас не будет. Поживи, так сказать, на один кошелёк, чтобы там это всё вместе. Посмотри. Вообще, нужны друг другу или не нужны? Я тебе уверяю, что, как правило, через год, а может быть, даже и раньше, всё это прекратится. Если у вас вот нет точек соприкосновения – разбежитесь, и всё. Ну, а если вместе? Ну, не знаю. Первонаперво не надо друг друга перевоспитывать. Т.е. Вот он всё делает не так. Сейчас я ему объясню. Конечно, если это скотина разбрасывает везде вонючие носки, то, во-первых, надо научить носки стирать, а потом не разбрасывать. Ну, это мелочи. Т.е. просто про порядок говорили… Или хотя бы к потолку кигать, чтобы они там прилипали. Да. Чтоб глаза не мазали. Смотри, там лента отмуха, ты об неё башкой бьёшься. Компромиссы. Компромиссы везде нужны, не только с женой. На работе, например, нужны. Ваше мнение будет очень важным. Вы добились многого. У вас крепкие отношения в семье, которые долятся долгое время. Если возможно, не отвечать сухими стереотипными фразами, а дать хоть какие-то жизненные примеры – так будет нагляднее. Вопрос задаю в связи с прецедентом, который произошёл на днях, где парень сначала из-за ревности убил подругу, а потом повесился сам. То есть, и на днях, уже месяцы. Вот это любовь. Комрат, в Советском Союзе все самоубийцы сразу отправлялись, будучи пойманными и не доведшими дело до конца, все сразу отправлялись в сумасшедший дом, где их проверяли на примет психического состояния, потому что нормальный человек, у него инстинкт самосохранения главнее всех остальных. Если ты хочешь себя убить, что-то у тебя с головой не так. Как не отвечать сухими стереотипными фразами? Тот у вас отсутствует понимания. Вся жизненная мудрота, она унылая, короткая и неинтересная. Вообще кажется, что это какая-то чушь, а на самом деле это основа. Когда тебе говорят, что каждое утро надо делать зарядку, чистить зубы, заправлять постель и подметать пол – это что тут такого? Ты жаждешь услышать какие-то мега-секреты, которыми воспользуешься, и жизнь волшебным образом преобразится, а их нет секретов. Надо вовремя просыпаться, делать зарядку, чистить зубы, и только из этого все складывается. Мне всего 34 года, все есть – бизнес прет, квартира без долгов, полмира объездил, впереди вторая половина мира. Но меня достали двумя вопросами – когда женишься, и почему до сих пор не женат? Неужели это так необходимо? Ну, с точки зрения граждан – да, конечно. Как ты? Ты ж холостой. Знаешь, что такое холостой патрон? Это в котором пули нет. Бдыщ и толку никакого. А с пулей-то ты засадишь кому-нибудь как следует? Дети пойдут, семья получится, а люди, они склонны быть как все. Ну, если тебе не надо, тебе не похер, что тебя спрашивают? Странно. Меня вот никогда не интересовало, что обо мне думают какие-то непонятные люди. Есть ряд вопросов, которые решаю лично я, и отвечать не считаю нужным.